Канобу.ру представляет 3DS достигла 15 миллионов, а самую популярную игру для этого устройства Super Mario 3D Land купили свыше 5 миллионов человек. Вечный талисман Nintendo остается верен себе. Как вы, наверное, помните, первой страной, где Супер Медвой вышел в дисковом формате, стала Россия, а вот следующая игра от этого же разработчика The Binding of Isaac, сперва появится в рознице Великобритании. В коробку вложат диск без системы защиты, бесплатный ключ для цифровой версии, видимо, для друга, а также жутковатый плакат, саундтрек и альбом с эскизами. Выход игры состоится 16 марта. Быть может, она рано или поздно доберется и до полок наших магазинов. Создатели новой ролевой игры Kingdoms of Amalur приняли участие в программе борьбы против продажи поддержанных версий. Это означает, что в коробку с диском будет вкладываться одноразовый код онлайн допуска. Благодаря ему вы сможете активировать 7 дополнительных сюжетных заданий, а также особую броню в стиле Mass Effect 3. Пока что эта новость касается только американских игроков, но не стоит исключать подобного хода и для европейской версии Amalura. Soul Calibur V появится лишь в пятницу, а график выхода загружаемых материалов уже известен. Одновременно с релизом игры появится первый платный набор из бикини, крыльев, краски для лица и оригинальной музыки из Soul Blade. В день Святого Валентина нас ждут нагрудник, кимоно и головы животных, а 28 февраля более зловещие маски, камуфляж и черепа. В общем все, что нужно для создания идеального бойца. В этот день в далеком 1985 году вышел проект, которым мы наслаждаемся до сих пор. Ice Climber не зря был выбран для предновогодней трансляции, и даже, казалось бы, такая старенькая игра смогла нас порадовать новорожденными перлами. Мы обязательно выложим запись игры Петра Сальникова Виктора Зуева на Канобу, но если вам не терпится, можете поискать захваченное видео от наших дорогих пользователей. В эти выходные постояльцы Канобу доказали всем, что творчество не чуждо никому. Prey222 рассказал о даме, создающей необычных пони. Refrider написал небольшой рассказ, затрагивающий многих известных на Канобу личностей. Перпетум Мобиле изо всех сил старается выложить подноготную сериала Fallout. Вата Ригарасу 2011 набросал очередной прелестный эскиз на тему последней трансляции. А щедрый Доминик Грин устроил собственный конкурс на лучший пост с весьма интересными призами. Как и многие люди, мы любим доводить начатое до конца. В ближайшее время смотрите вторую часть эволюции платформеров. Мы уже предвкушаем едкие комментарии и дельные замечания. С вами был бессменный Александр Глагорев. До завтра. Отличный динамичный геймплей, элементарный интерфейс. В общем, а, слушайте, время идет. Э-э-э-э, вот это подстава. Слушайте, им показалось маловато, что нужно прыгнуть с платформы на платформу, они добавили еще и время. НЕТ! НО БОНУС